Всем привет, ребят, с вами снова Лёха, и вы достаточно часто спрашиваете в комментах, в директе, везде, как зарабатывать на своём творчестве, как монетизировать себя, свои работы и прочее. Так уж и быть, сегодня я вам всё это расскажу, но вы не думайте, что тут будет очень гигантский опыт миллиардера, нет, я просто немного дознаю, поэтому погнали! А всем привет, ребят, и сегодня я хочу посоветовать вам сервис Кейсплейс. У ребят из Кейсплейс вы найдёте чехлы просто на любой телефон, ребята печатают на чехлах для айрподсов даже, даже на пауэрбанках. Также в Кейсплейс есть просто прекрасный конструктор, в котором вы можете сделать абсолютно любой чехол со своей фотографией, со своей картинкой, да с чем в принципе угодно. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод BUTCHER и получай скидку в 200 рублей. Ребят, я сам пользуюсь этим сервисом, чехлы действительно крутые, всем советую. Ссылочка в описании. Короче, ребят, первый способ продать свои работы и всё то, чем вы занимаетесь, он является даже, наверное, самым сложным из всего того, что я вам сегодня расскажу, а именно искать свою аудиторию. Да, вы сами знаете, как я отношусь к ТикТоку, но благодаря ему, по факту, я нашёл именно начальную аудиторию, которым понравилось моё творчество. До этого я максимум продавал картинки, нарисованные на компьютере, сидя на всяких воркзилах, фриланс-биржах и всё, в принципе. Но у такого способа есть небольшая проблема. Все мы знаем, что все люди хотят зарабатывать много, хотят зарабатывать очень круто, делая мало работы. Но на начальных этапах вам придётся делать просто гигантское количество работ за очень малые суммы. Именно так я продавал, наверное, свои первые работы на ПК, рублей буквально по 300, по 500, и типа думал, что это круто, это просто какой-то дополнительный заработок для студента. Но потом я понял, что в нашей стране это не очень, как бы, ценится, потому что, ну, средний ценник на всех фриланс-биржах за иллюстрацию, ну, 1000-2000 рублей. Причём люди, которые это заказывают, очень-очень-очень-очень сильно ожидают результат, просто мега-крутой, как будто вы топовый иллюстратор, который рисует там, не знаю, плакаты для фильмов или ещё что-то. Ну, как-то так. Поэтому поначалу вам придётся работать за копейки, за отзывы, но через это проходят все, и я считаю это нормальным, потому что в дальнейшем это должно окупиться. Также, как бы это ни было странно, ВК является хорошим способом для раскрутки и продаж своих работ. Вы можете рисовать какие-то фонартики известным людям, которые будут вас репостить, а с их репостов, возможно, будут приходить ребятки, которые захотят заказать что-то у вас. Может, камешечку какую, может, портретик, может, ещё что-нибудь, а может, просто какой-то гигантский заказ, где вам придётся нарисовать там стикер-пак за хорошую такую копеечку. Также, если вы уже достаточно скилловый художник, вам дорожка на Fiverr и прочие прекрасные общемировые платформы, где сидит гигантское количество иллюстраторов, работающих в абсолютно разных стилях, с абсолютно разными бюджетными идеями. Да и плюс, если вы работаете не с русской аудиторией, а так бывает очень часто, возможно, вам даже будут перепадать лишние денежки. Допустим, вам могут выплатить немножко больше премии, там, накинуть на чай, как говорится. В результате у вас работа могла стоить около 100 баксов, а вам заплатили 160-170. Но на подобных платформах нужно первые заказы, как только вы пришли, сразу же искать заказы, чтобы у вас были хорошие отзывы. Чем больше у вас отзывов, тем больше людей будут к вам обращаться, потому что они видят, что вы не какой-то там, ну, наим-чувачок, который пришёл сюда и хочет денег. Нет, они будут видеть отзывы от реальных людей, то, что вы действительно хороший иллюстратор, то, что вы делаете свою работу вовремя, вы делаете её качественно, круто и смотрибельно. Я хоть сам и не работаю на платформах типа Fiverr, потому что мне это немного страшно, но мои знакомые иллюстраторы из того же ТикТока, я вижу, частенько там продают свои работы, берут заказики и говорят, что, в принципе, им всё нравится и всё круто. Также притянуть аудиторию вы можете различными творческими конкурсами. Допустим, какая-то компания запускает конкурс, где нужно нарисовать что-то. Ну, вы просто не боитесь, вы просто пытаетесь и рисуете. Я вот однажды также поучаствовал в конкурсе дизайнов, выиграл часы, с которыми я сейчас хожу, и мне клёво. Да, хотя мог выиграть iPad, но часы тоже пойдут. Поэтому, ребят, если вы видите какой-то конкурс, вы не бойтесь то, что ваш скилл какой-то там слишком низкий или что-то ещё. Просто поучаствуйте для себя, посмотрите, вдруг у вас получится, вы действительно выиграете. А если вы выигрываете подобный конкурс, это такой неплохой плюсик ваше портфолио. Потому что люди будут видеть, ага, вот, допустим, вот этот вот дяденька нарисовал какой-то арт для какой-то крутой компании. Хм, круто, а почему бы мне не заказать? В принципе, так большинство людей и приходят. Потому что на своём опыте скажу, у меня тот же принцип сарафанного радио работает и на сей день. У меня есть люди, которые заказывали у меня работы, эти люди получали свои работы, показывали их друзьям, друзьям они дико нравились. И бац, мне уже пишут их друзья, мы договариваемся, я им рисую и отправляю работу. Но у меня проблема в том, что всё-таки я работаю только с СНГ рынком. Потому что, ну, вот эта вся пересылка в другие страны, это сложно, дорого, муторно. А если вы работаете в диджитале, то в принципе вам вообще без разницы, с кем работать, как работать и прочее. Потому что скинуть файл или отправить целый хост, это как бы разные вещи. Также, ребят, дам вам один прикольный совет по поводу правок. А особенно, если вы работаете в РУ-сегменте. Ребят, никогда не соглашайтесь на гигантское количество правок бесплатно. Поверьте, вам съедят мозг, вы переделаете одну работу кучу раз, и в результате вы придёте к тому, что было изначально. Поэтому ставьте небольшую цену заправки. Даже на моём, мне таком оказывается, большом опыте работы на продажу, у меня были подобные клиенты. Когда одну работу я переделывал примерно раз 12. И это была просто какая-то дичь. Человеку не нравился цвет, хотя он мне скидывает цвет, я его чётко копирую, рисую, а ему не нравится. Ну, люди до всего могут докопаться. Абсолютно до всего. И к этому вам нужно как бы быть готовым. Потому что бывают как хорошие заказчики, которые действительно понимают, знают, что им надо. Да, бывают люди, которые вам пишут гигантское количество текста завуалированного, которые сами толком ничего не понимают. У них есть какая-то идея в голове, но она только у них в голове. Вы ничего толком не можете понять. Рисуете и начинается. Исправь это, исправь то, у тебя там глаз уехал. Хотя этот, хотя их у тебя там вообще 6. И без разницы уехал он или нет. Как-то так. Так же, ребят, если вы досмотрели до этого момента, и у вас был опыт работы с Fiverr или другими иностранными платформами, напишите, пожалуйста, в комментарии свой небольшой отзыв, связанный с вашим опытом. Были у вас какие-то жёсткие трэш-заказчики? Всё ли вам там устроило? Всё ли понравилось? Потому что я, на самом деле, в данный момент тоже думаю, может быть, попробовать работать на иностранный рынок. Но для меня это всё равно пока что немного страшно. Поэтому, ребят, я хочу увидеть от людей, которые действительно это делали, которые действительно этим занимаются, краткий такой отзыв о данных платформах. На данный момент со своего творчества я зарабатываю в месяц, ну, около 1000 долларов, что, в принципе, для меня является отличной суммой за всё то, что я делаю. Да, возможно, я хочу больше. Ну, все хотят больше зарабатывать, но мне пока комфортно на таких этапах. Возможно, когда-нибудь я буду брать заказы на том же Fiver'е, которые будут стоить несколько тысяч долларов, и буду говорить, что я крутой. Ну, а пока я обычный Лёха из провинции, который рисует картинки и делает просто прикольные штуки. Как-то так. Ну, чё, получился примерно такой ролик. И да, кстати, ребят, вот этот айпадик я разыгрываю на 100 тысяч подписчиков на этом канале. Сейчас подсказочка вы, это, выпрыгнула. Вам нужно быть всего лишь подписанным на меня и написать комментарий под всем роликом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комменты, делитесь видосом с друзьями, если вам было интересно. С вами был Лёха, а я погнал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok